Доброго времени суток, друзья! С вами на связи Александр Лейников, и я после достаточно протяженного перерыва снова возвращаюсь к вам и продолжаю снимать авторские видео-уроки для архитекторов и дизайнеров по Архикаду. Значит, темой сегодняшнего занятия я бы хотел бы продолжить. Это у нас сложный профиль, а точнее мы рассмотрим, как построить с помощью сложного профиля Останкинскую телебашню. Ну, конечно же, основной инструмент, который мы будем использовать при построении этой, будет у нас сложный профиль. Давайте же приступим. На просторах интернета я нашел интересный такой чертеж нашей Останкинской телебашни, которая находится в Москве. Вот, и, соответственно, мы смотрим принцип ее построения. Здесь я на чертеже ее уже подогнал по размерам необходимым. То есть, как вы видите, она у нас должна быть высотой 540 метров. Практически с небольшим погрешностью она у нас 540 метров. Вот, значит, давайте же приступим. С помощью инструмента линия мы сейчас зададим нижнее основание для нашей башни. Оно у нас будет 92 метра. 92 метра многовато. Давайте, значит, уменьшим его до 91 метра тогда. Чуть-чуть сюда подвинем. Вот так вот. И все. Теперь фиксируем центр нашей линии и проводим вертикальную линию наверх для того, чтобы приступить к построению. Значит, 540 метров. Значит, сразу же мы... Сейчас я включу музыку, чтобы она у нас играла на фоновом режиме. Все отлично. Значит, 540 метров. Сразу же перейдем в вид параметры вывода на экран. Вид параметры вывода на экран. Истинная толщина линии. Эту линию сделаем потолще. Вот так. И все. Значит, теперь приступаем непосредственно к построению нашей башни. Так. Значит, до этого момента она у нас идет под таким углом. Здесь она идет так. Пока сейчас строим только контур. Так. 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 Остальные части мы с вами обязательно простроим. Сейчас мы простроим просто внешний контур нашей Останкинской телебашни. Так. 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 Мы уже потихонечку подходим к верхней части нашей башни. И пока продолжаем строить по контуру. Так. 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 Верхняя платформа кольцовидная. Так. 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 Вот так. Отлично. Теперь смотрим. Надо сейчас разделить все части нашей башни по частям. Так. По материалам. Сейчас мы их разделим, как изображено на этом чертеже. Потом посмотрим на существующую фотографию. И также будем корректировать. Значит, выбираем сейчас пока вот эти все горизонтальные элементы. И доведем их сейчас до вот этой вот линии. Так же, как и вот эти вот. Хоп. Доводим до этой линии. Так. 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 Отлично. Теперь введем сюда. Отлично. Продолжаем дальше. Значит, хочу заметить, сегодня я вообще сам из города Белгорода. Сегодня в нашем городе было достаточно жарко. Поэтому я записываю видео урок вечером. Из-за того, что днем, конечно же, записывать его достаточно проблематично. Вот. Во-первых, и работоспособность такую же урок понижается, сами понимаете. Да и, к сожалению, не так комфортно это делать. Сейчас на часах 22.44. И я с большим удовольствием, после, конечно же, перерыва, я защищал диплом магистра, защищал магистерскую диссертацию. Защитил ее успешно, поэтому после вот такого небольшого перерыва я возвращаюсь и снова снимаю видео уроки. Делюсь с вами своими знаниями большим удовольствием. Напомню то, что строим мы Останкинскую телебашню. Телебашня находится в Москве, высота ее составляет 540 метров. Сейчас мы корректируем нашу телебашню, для того, чтобы мы смогли простроить ее сложный профиль. Так. 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 Так, так, так. Так, хорошо. Так, и вот мы уже почти дошли до низа. А сейчас пока что мы по существующим этим, по существующим, по чертежу, который я нашел, повторяем контуры, для того, чтобы потом мы смогли построить нашу же башню с помощью сложного профиля. Так, 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 так. Значит, на следующем занятии я также буду строить одну телебашню. Скорее всего, это будет телебашня в Риге. Она имеет достаточно интересную форму, но хоть Останкинская телебашня, может быть, не обладает с именно такими отличительными эстетическими качествами, но это символ нашего телевидения российского, и я просто-напросто должен, обязан был снять видео по этой телебашне. Она, во-первых, одна из самых высоких, вот, кроме того, она является символом российского телевещания. Также я запишу отдельное занятие, где расскажу немного о самой этой телебашне. Буквально пятиминутно я расскажу историю, кто архитектор, кто инженер, когда она была построена, в каком состоянии она сейчас находится, и, в общем, множество интересных фактов. Также я сниму такие же видео-уроки по предыдущим объектам, которые я построил с помощью Архикада, для того, чтобы вам было интереснее, вы понимали, какие архитектурные объекты мы с вами проектируем и повторяем, соответственно, за реальными архитекторами, кто их строил. В принципе, я уже дошел до низу. Сейчас я начинаю корректировать внешний облик. Сейчас, где необходимо, подрезаю линии. Проверяю, чтобы у нас пересечение, с пересечением было все нормально. Как только я проверю, можно непосредственно приступать к формированию нашего сложного профиля. Значит, приступаем. Смотрим на нашу телебашню. Значит, материал похожий на кирпич. Ну, сейчас мы пока просто наложим штырговочками, близкими к тому, что есть по фактуре. Вот так. Так. Смотрим, что здесь за поясок у нас идет. Вот он, этот поясочек. Он даже немножко выступает. Давайте же его все-таки повторим, как он есть. Выступающим. Вот так вот. Сделаем его уже другим цветом. Пусть будет вот такой вот. Так, хорошо. Продолжаем. Вот у нас еще один поясочек здесь напрашивается, поэтому сейчас я его тоже повторю. Так. Так, так, так. Хорошо. Продолжаем. Так, так, так. Отлично. Так. Так, так, так. Так. Я заливаю сейчас штриховкой те места, где у нас будет располагаться вот этот материал, с которого сделана наша телебашня. Останкинская. Так. Хорошо. Так. Так. Так, так, так. 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 Здесь эти линии мы доводим до центра. Вот так вот. Отлично. Так. Так. И так. И здесь последняя часть. Так. Вот здесь вот я, возможно, передумаю. Хотя, в принципе, вот здесь вот, вот здесь вот, да. Скорее всего, здесь будут уже другие штриховочки. Вот это у нас останется, а вот эти будут у нас уже другим, выполнены цветом. Вот этим вот. Смотрим. Вот у нас есть несколько ракурсов, и смотрим, с какого нам удобнее для понимания, что там за материалы используются. Значит, в некоторых местах это у нас обычное ограждение. Здесь и здесь, и здесь, и здесь. Но вот здесь вот, как вы видите, вот это место. А здесь у нас идет остекление. Вот оно. Потом здесь у нас будет идти остекление. Вот у нас будут ярусы типа достекления. И, соответственно, вот у нас ярусы с остеклением. Здесь же у нас не остекление. Здесь у нас похоже на обычное ограждение. Поэтому максимально так, как оно есть, мы и будем повторять. Так, 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 так. Угу. Так, думаю, здесь лучше тоже идти повторить. Так, так. И там в том числе тоже у нас пойдут ограждения. Поэтому я так думаю, то что... Вот, да, здесь идут ограждения. Поэтому мы сейчас вот эти элементики все-таки подсократим. И сделаем там ограждения. То есть сейчас у них у нас 1500 на 1000 сокращаем. А вот эту вот линию мы просто доводим до сюда. Вот то же самое здесь. На 1000 сокращаем. Здесь доводим. Я вам честно скажу, я к этому уроку не готовился. Я эту телебашню строю сейчас так же в первый раз. Поэтому, так вам скажем, я всегда достаточно так люблю строить нечто новое. Это всегда дополнительный опыт, нечто интересное. И, соответственно, получается всегда очень интересные вещи. Так, значит, вот здесь вот у нас это место. А вот у нас вот это место. Сколько у нас здесь толщина? Тоже надо на 1000 сократить. Так. Вот так. Можно, в принципе, знаете, как сделать? Сейчас сразу же зададим здесь контур для наших ограждений. Сделаем их такими вот так. И здесь тогда... По 50. Оп. 200, 400, 600, 800. Так. И теперь просто-напросто возьмем и повторим их везде. Здесь. 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 И также здесь. Значит, здесь мы сейчас сразу сократим на 1000. Хочу с вами поделиться одним интересным, как бы, фишечкой, инструментом, который наверняка многие знали, не знали. То есть, очень интересная вещь. То есть, смотрите. Допустим, как нам выделить вот эти вот элементы. Можно, конечно же, по одному вот так вот выделять и потом их перетаскивать. Но я вам хотел бы рассказать про одну очень интересную вещь. Если мы нажмем клавишу пробел, space, и с помощью обычной бегущей рамочки с зажиманием мы можем выделить именно то, что нам нужно. То есть, нам не нужно, допустим, как-то вот сюда вот перебегать в сторону, чтобы схватить из-за того, что здесь находится чертеж. Мы можем просто с помощью нажатия на кнопку пробел игнорировать задний план нашего чертежа. И все. Соответственно, мы выбрали и опустили на необходимый нам уровень. Вот так вот. Отлично. Так. 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 Хорошо. Значит, здесь я так предполагаю, что нам нужно будет повторять вот эти вот элементы. 200. Так. 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 Здесь же у нас будет остекление, поэтому мы должны его сделать максимально приближенным к такому, какое бы оно действительно было бы по факту. Я понимаю то, что стопроцентной идентичности не будет, но мы должны стремиться к тому, чтобы наша модель была очень качественная и очень проработанная. Так. 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 Здесь у нас идет небольшой вот этот перепадик, и продолжаем строить. Так. 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 И так. Опа. Хорошо. Переходим вниз. Так. 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 А что это у нас интересно? Вот эта часть, и здесь еще видите, какая-то у нас интересная вещь идет. А, где она вот, даже это не здесь, это, да, все верно, это здесь. Это вот, судя по всему, здесь, ну, здесь изображено как остекление, здесь же оно показано. Хотя нет, вот эта часть все верно, это остекление. Да. Так, поэтому рисуем его как остекление. Так. Так. Здесь у нас также будет остекление. Так. И так. Здесь, судя по чертежу, у нас тоже идет остекление, если я не ошибаюсь. Да, похоже на то. Поэтому эти части мы удаляем, а сейчас сделаем вот так вот. Корректируем, где у нас, возможно, были небольшие ошибочки. Так. Значит, опять же, это убираем, а вот это выделяем. И с помощью многократного дублирования мы рисуем там, где нам это нужно. Так. 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 Хорошо. Так. Так. Отлично. теперь берем нашу штриховочку ну и давайте для того чтобы нам было более наглядно видно где у нас будет остекление вот таким вот образом выделяем так 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 похоже что здесь тоже будет у нас остекление тогда добавляем так Так, 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 все, теперь смотрим, где у нас части получились незаполненные. Так, тысячу, так, так, остальные все места у нас вроде заполнены, так, заканчиваем с построением нашего сложного профиля, проверяем, чтобы все у нас было в порядке, ничего мы не забыли. Ну, насколько я так понимаю, вроде как все у нас хорошо. Теперь, выделяем все, что построили, кроме чертежей, в сторону, и посмотрим, ну, вроде как похоже на то, что все. Так, выделяем, копируем, и открываем менеджер профилей. Создаем новый профиль, назовем его Останкинская телебашня. Останкинская телебашня. Окей. Чем прекрасен инструмент сложный профиль? То, что очень много тяжелых элементов, очень много таких объектов можно строить с большой достаточно легкостью. То есть, видите, у нас, к сожалению, из-за того, что здесь штриховочки немного другие, они именно штриховками, сечениями. Мы сейчас перейдем на план этажа, и просто-напросто с помощью фильтров, а именно найти и выбрать, выберем необходимые нам штриховки, допустим, вот это вот. Также это очень интересный инструмент, я вам про него в следующих видео уроках расскажу. Мы фиксируем, что это штриховка, и добавляем категории и свойства нашей штриховочки, то есть отображение на плане разреза. Это перо фона штриховки и перо переднего плана штриховки. И с помощью кнопки выбора элементов мы фиксируем все эти штриховки, которые имеют идентичные параметры. А параметры, идентичные, которые я задал, это перо фона штриховки и перо переднего плана штриховки. Выделяем, чтобы это у нас было сечение И выделяем, допустим Ну, пусть будет пластик Он будет отличаться у нас Сразу перепроверим Чтобы наш пластик Здесь отображался Вставляем Проверяем, вот, отлично Отлично Значит, теперь следующим шагом Выдираем вот эти штриховочки Которые у нас будут являться оконными переплетами И назначаем им Цвет Ну, пусть будет у нас Они сделаны В пароизоляции Теперь выделяем Основную, как бы, часть нашего Элемента и выделяем Чтоб он у нас был также штриховкой Сечением И, допустим Пусть будет он у нас Ну, вот таким вот Алюминием Так И у нас осталась только вот эта вот штриховочка Выделяем Это у нас площадочки Также штриховочкой Пусть будет бетон 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 Ну, пусть будет так вот Пока песок Мы все равно потом это все заменим И сделаем так, как нам необходимо Это у нас мембрана Все отлично Все мы настроили Копируем Эту удаляем А новую вставляем Вот так вот Отлично Значит, теперь Здесь точно так же Можно с помощью инструмента Найти и выбрать Выбираем нашу штриховочку И здесь можно для нее Задать необходимые нам параметры Пусть это будет пока кирпич коричневый Хорошо Значит, теперь выделяем вот эти вот элементы Смотрим, что они у нас символизируют Ну, это такие рустики Пусть будут, допустим, там каким-то цветом Таким темно-серым Я думаю Выделяем Так Замена покрытия И пусть будет краска Темно-серая Вот эти элементы выделяем Найти и выбрать Выбрали Вот их у нас 25 Замена покрытия И стекло голубое Вот эта площадочка Сейчас посмотрим На что она у нас похожа Знаете, она тоже похожа На темно-серую Поэтому сделаем ее Так же темно-серой Так Значит, этот у нас элемент Сейчас мы тоже выберем Он у нас будет Допустим, пусть будет металл Сталь А вот этот элемент У нас уже задан В принципе Как краска темно-серая Так Этот у нас металл Сталь Это у нас кирпич Стекло Да, в принципе Ребят, мы с вами все и задали То есть Ну, если вам необходимо Мы ее обязательно сможем Подкорректировать Сохраняем Вот наша телебашня Переходим на первый этаж Выбираем инструмент Стену Выбираем способ построения Круглую Сложный профиль Останкинская телебашня И приступаем Задаем радиус 1 И смотрим Что у нас получилось Па-бам Вот наша телебашня Но пока что Она Не достроена Еще Но Это у нас Сейчас все изменится Значит Следующим шагом Каким нам Что нам нужно сделать То есть Видите то, что это Идентичная Естественно Телебашня Наша телебашня Которую мы с вами Вместе построили Значит Сейчас мы с вами Простроим еще Несколько Оконных переплетов С помощью инструмента Колонна Так Сюда немножко Вытащим На 50 Допустим У нас Как вы помните Переплетики Стальные были Так Толщиной 200 50 Так И переплеты Стальные Смещение Так Вращение Пусть будет Нет 30 градусов Это много Сейчас попробуем 5 градусов Ой-ой-ой Я их С вертикальным Смещением Задал Так Вертикальное Смещение Нам не нужно Смотрим Отлично Дальше Копируем Нашу Колонну И переносим Сюда Так И так же Поворачиваем Вращение По пути Вот так Отлично Доводим Доводим Ее До Верху И теперь Тиражируем Также Через 5 Градусов Дальше Дальше Делаем Значит Переходим Сюда Так Так Смотрим Колонна Сидит У нас Хорошо Ну Колонна Которая Выполняет Роль Оконного Переплета Так И Поворачиваем И Поворачиваем Ее Так же Дальше Дальше Поворачиваем и на все те же 5 градусов. Вот так вот. Переносимся вот сюда наверх. Дотягиваем наш оконный переплетик доверху. Так. И тиражируем через 5 градусов наш оконный переплет. Так, так, так. Отлично. Остался нам последний ярус здесь. И все. И мы, в принципе, закончили. Хотя нет, здесь, видите, мы немножко с вами промахнулись. Так. Тиражировать 5 градусов. Смотрим. Вот теперь все нормально. Тиражируем. Так. Также через 5 градусов. Так. Переходим сюда. И так же здесь выполняем все те же манипуляции тиражированием. Отлично. Переходим сюда. Так. Дотягиваем нашу колонну до необходимого нам уровня. Так. И продолжаем так же тиражированием. Через 5 градусов. Отлично. И осталось у нас, если не ошибаюсь, всего два небольших яруса для остекления. И у нас остекление закончилось. Так. Теперь, опять же, тиражируем по кругу. Вот так. Но здесь у нас есть небольшая, так скажем, поблажечка. Мы можем просто скопировать наверх. Потому что эта стена у нас идет точно так же, как и нижняя. Вот так, по тому же уровню. И здесь просто ее необходимо дотянуть до верху. Вот так вот. И все. Теперь, значит, хочу обратить ваше внимание на то, что у нас на нашей башне. Здесь имеются вот такие вот интересные, так скажем, проемы. Видите? У нас, во-первых, здесь есть ядро центральное. Сейчас мы его тоже обязательно нарисуем с помощью обычной стены. Либо 3D-сетки. Посмотрим. И так же, видите, здесь идут у нас круглые окошки. Так. Ну, давайте сейчас перейдем на 3D. Вот наша, во-первых, башенка. Значит, посчитаем, сколько здесь у нас всего вот этих элементов. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. И там еще наверняка где-то 4 или 12. Либо 10, либо 12. Ну, давайте сделаем 12. Если 12, то это у нас 360 на 12. Это по 30 градусов. Ctrl-Q. 30 градусов. Вот так. Вот у нас здесь будут находиться вот эти вот все отверстия. Для того, чтобы нам их сделать, мы должны, во-первых, узнать высоту их, их 20 метров. И с помощью... Сейчас мы эту часть скопируем сюда. И сейчас ее нарисуем с помощью обычной штриховки. Прозрачный. Прозрачный. Так. И так. Копируем. Создаем новый профиль. Для... Назовем его для телебашни. Телебашни. Окей. И теперь вставляем сюда. Так. Так. Сейчас мы должны сделать, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Значит, пусть это будет 1800. И то же самое здесь, 1800. Вот так. Отлично. Нам тут покрытие совершенно не имеет роли. Их сохраняем. Закрываем. Переходим сюда. И с помощью инструмента стены. Вот такой вот. И для... Для телебашни. Рисуем наши вот эти вот элементы. Сейчас посмотрим, чтобы они грамотно у нас пересекались. Лучше их преобразуем с вами в морф. Потому что стены могут пересекаться. И возможно произойдет непонятное сопряжение. Поэтому преобразуем их в морф. Окей. Все равно продолжаем. Смотрим. Что-то не то с нашей стеной стало. Так. Перемещаем ее сюда. Преобразуем ее в морф. И возвращаемся сюда. И теперь тиражируем через 30 градусов. До... Три... Четыре... Пять. Вот так. Теперь. Выбираем наши морфы. И с помощью операции твердотельного моделирования выбираем элементы оператора. Относительно которых мы будем все это подрезать. Здесь выбираем целевой элемент. И здесь производим вычитание с выталкиванием вниз. А еще лучше просто вычитание. Здесь разгруппировываем. Выполнить. Ждем пока наша операция выполнится. Теперь создаем новый слой. Новый слой. Спрятать. Спрятать назовем его. Окей. И наши морфы. Благодаря которым мы подрезали и создали отверстие. Мы перемещаем туда. В слой. Спрятать. Вот так. Видим, что сильно часто расположили их. Значит, соответственно, сейчас мы отменяем операцию данную. И, соответственно, сейчас расположим их не через 30, а тогда через 45 градусов. Вот так. Похоже. Похоже на правду, наверное. Посмотрим. Нет. А сейчас, мне кажется, редко. Давайте тогда сделаем не через 45, а через 36. Раз, два, три. Вот так. Вот. Вот это то, что нам надо. Так. 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 Отлично. Теперь получаем элементы оператора, получаем целевой элемент, вычитаем. И возвращаем наши морфы в слой спрятать. Отлично. Отлично. Теперь, следующим шагом, мы проверяем толщину нашего сечения. Ну, давайте вот здесь вот прямо и проверим. Здесь сделаем прозрачную и проверим, сколько у нас будет 19 метров. Здесь делаем окружность радиусом 19 метров. И по ней щелкаем навесной стеной. Смотрим, сейчас компьютер прогрузит и смотрим, что у нас получилось. Нашу навесную стену мы, конечно же, сейчас поднимем до нужного нам уровня. Так. Ждем. Сейчас мы с вами подкорректируем немного наш сложный профиль. Видите, из-за того, что здесь получились очень толстые колонны, мы посмотрим, какие они здесь по факту. Если они там тонкие, тогда мы их просто возьмем и подкорректируем наш сложный профиль. Все верно. Значит, переходим на менеджер профилей, выбираем Останкинскую телебашню и редактируем. Значит, здесь вот наша направляющая. Делаем ее, допустим, 1500. Ну, давайте еще на 500 сместим. 500. Эту часть мы убираем. Посмотрим еще. Сейчас мы еще его немного дополним. Значит, у нас она стоит. Видите, на таком этом... Стеллобате. Поэтому этот стеллобат мы также с вами сделаем. Так. Так. 1000. Это у нас пусть будет бетоном. 0,2. Все. Мы откорректировали. Теперь сохраняем изменения. Закрываем. Смотрим, что у нас получается. Как вы видите, получается прекрасная вещь. Остается нам только повторить, поразместить вот эти вот круглые окна. И, в принципе, наша телебашня Останкинская готова. Значит, вот наши круглые окошки. Так, 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 специальные. Сейчас мы их найдем. Основные. Ну, возьмем туда обычное специальное круглое. Вот такое вот. Проверим, чтобы у нас можно ли будет фиксироваться. И сейчас мы просто раскладку изменим. Здесь сделаем, чтобы у нас была здесь одна и здесь одна. Раскладка. 100. 2. 2. 2. Ну, ладно. Не 100, а пусть будет 75. 75. Окей. А вот наше круглое окошко. 3000 на 3000, допустим, сделаем. Вот так. 18, 24. 18, 24. Поворачиваем его. Сейчас повернем его. Теперь просто берем и размешиваем. Помещаем там, где нам необходимо. Так. 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 тогда это удалим архикаду на действительно смотрю становится тяжеловато он уже начинает поэтому мы сейчас вот эти окошки дублируем давайте сейчас это сначала все окошки разместим а потом уже будем корректировать их расположение так размещаем все наши окошки так так но видите чем больше объект тем сильнее конечно же архикад начинает подтупливать чем объект более масштабный то соответственно уже конечно же он с некоторыми подтормаживаниями его воспринимает хотя компьютер у меня достаточно мощный а седьмой 6700 кей 16 гигов оперативки видеокарта gtx 1080 то есть точно такая хорошая рабочая лошадка но несмотря на это все у архикада так скажем свое мнение на все происходящее поэтому сейчас мы корректируем 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 расположение окошек и в принципе заканчиваем наш видео урок на сегодня значит я планирую снимать свои видео уроки где-то по два по три видео урока в неделю значит будут они посвящены также будут архикаду и я также буду снимать видео уроки по twin motion но эта программа достаточно серьезная достаточно интересная и соответственно буду вам про нее рассказывать и самая большая как бы самый большой плюс этой программы то что она сейчас бесплатная она бесплатно при регистрации и для пользователей архикада официальных пользователей архикада она бесплатная если у вас есть какие-то определенные пожелания по видео урокам вы можете написать все свои пожелания в комментариях я обязательно их рассмотрю и постараюсь все что вас интересует обязательно снять вас ждет очень много интересных видео которые я также буду самостоятельно снимать и то есть надеюсь что вам мои видео уроки кажутся полезными и очень интересными ну что ж вот в принципе и все наша телебашня останкинская готова осталась только в стилях белая модель с тенями вот так вот согласитесь выглядит очень и очень хорошо вот такая вот красивая телебашня у нас получилось ребята хотел сказать всем спасибо что вы присутствовали на этом видео уроке спасибо что смотрите меня то что подписываетесь всем кто не подписался обязательно нужно подписаться потому что вас ждет еще очень много интересных уроков очень захватывающих и очень полезных всем спасибо что были на моем канале до свидания до свидания